Продолжение следует... На докладе премьер-министра прозвучало, что, во-первых, продлевается кэшбэк туристический, во-вторых, прозвучало, что будет развиваться внутренний туризм и будет развиваться за счет стимуляции поездок россиян к нашим туристическим и санаторно-курортным ресурсам, что, в общем-то, само по себе, конечно, неплохо. То, что сейчас поехать и отдохнуть в Россию дороже, чем за рубежом, указывает многие, кто ездит по России, кто ездит за рубеж. При этом надо честно сказать, что зарубежная санаторно-курортная система гораздо развитей и гораздо качественней при тех ценах, которые можно заплатить здесь. По крайней мере, у меня есть знакомые, которые при необходимости действительно хорошо обследоваться и сделать все мероприятия. Они платят хорошие деньги и едут в Швейцарию, едут в Италию, едут в Испанию, но едут в страны Запада, потому что там качественность туризма и обслуживание туризма определена. Определена жесткими стандартами как медицинского обслуживания, так и проживания. Либо сочетание медицинского обслуживания и проживания, где берется хорошее обследование. Вот я видел у одной моей знакомой, как она ездит в Швейцарию. У нее действительно большая проблема. Она ее пыталась решить в России, но в России оказалось на порядок дороже сделать то же самое, грубо говоря, чем поехать в Швейцарию, обследоваться в хорошем центре и проживать в деревнях, окружающих этот центр. То есть стандарт медицины установлен этим центром, а стандарт проживания он устанавливается самими жителям, которым хочется, чтобы у них размещались. И поэтому они сами это и создают, этот стандарт и этот комфорт, который для этого размещения нужен. Мы же идем пока все протоптанным когда-то в Советском Союзе путем, что нам нужно создать огромные санаторно-курортные комплексы, конгломерации. И туда загнать, конечно, это сложно, хотя сейчас должны понимать люди, что часто вот это рекламные возможности и рекламные умения пригласить куда-то, оно по существу загоняет или по существу обманывает людей, которые хотели бы поехать, и они приезжают, они не видят там того, что на самом деле там происходит. Иногда это в лучшую сторону, то есть, как ни странно, те, кто лучше принимает, они меньше рекламируются, у них есть поток и постоянный поток населения. Ну, а чаще всего все-таки в худшую сторону. То есть, те, кто много ездит, а у меня есть такие знакомые, кто много ездит, кто много посещает, в том числе и туристические деятели. И я вижу по ним, как они иногда, приезжая, можно так сказать, для пробы в санаторий или для рекламы в санаторий, после пыжицы, чтобы рассказать, как здесь хорошо, как сюда нужно поехать, при этом пряча глаза, отворачивая лицо и всякими другими символами, показывая, что да, говорят хорошо, но лучше сюда, в общем-то, не ездить. Но есть у меня и те, кто объезжает страну и живёт в одном-другом-третьем месте. И пока-то одна и та же проблема – сервис. У нас, если даже и построены неплохие санатории или, по крайней мере, гостиницы красивые, шикарные и так далее, очень дорогие, то сервис, то есть окружающая и внутренняя среда, в которой производятся услуги санаторно-курортного или просто туристического отдыха, он практически никудышный, никудышный. И вот это и смущает, если люди рассказывают, что если они поехали в Таиланд, то везде улыбаются, везде тебя встречают, везде тебе, значит, рады, какую бы цену ты ни заплатил. У нас, тебе могут быть рады в коридоре, где ты живёшь, но спустившись вниз к администратору или выйдя на улицу, ты можешь столкнуться совершенно с другим отношением. То есть, среда культурно-санаторная, она создана в очень редких и чаще всего там, где уже устоявшиеся, вот эти санаторные, курортные комплексы. При этом, надо сказать, что самая большая проблема в том, что мы эти курорты пытаемся всё ещё содержать, пытаемся всё ещё каким-то образом с ними дать здоровье населению, заключается в том, что при том количестве дней отдыха, которые у нас позволяют себе жители России, этого сделать практически невозможно. Практически невозможно. То есть, вот в самый благополучный, допандемийный 2019 год, средний, средний отдых составлял 12 дней у россиян, у европейцев 13 дней, 13 дней. Но у европейцев отдых настроен на то, что за эти 13 дней всё тебе дать, поскольку у них специальная система страховки, входит огромное количество санаториев в медицинское обслуживание населения. То есть, и оно равно самому медицинскому обслуживанию населения. Стандарт такой, стандарт. У нас стандарты медицинского обслуживания всё говорят, говорят, но мало где выполняют. И где пытаются выполнить, там, в общем-то, грубо говоря, завал пациентами. В Москве попробуйте сейчас. Запишитесь в очередь на приём. И вы увидите, как в этот стандарт. Почему? Потому что очень много народу захотело в Москве лечиться. Но не об этом речь. Так у нас не дать пытаются за это время, а взять пытаются за это время. Поэтому одна из ещё проблем, что приезжая за определённые, как говорится, деньги в определённое место, ты думаешь, что ты получаешь всё, а на самом деле нужно ещё столько же денег, чтобы получить то, что тебе вообще-то хочется и надобно. Так вот, 12 дней. Физиологически не способен наш организм за эти дни получить здоровье. Да, какой-то отдых ещё так возможен. Какой-то некий стресс, который даст некий прилив сил, тоже возможен. Но физиологически перестройка организма на то, чтобы ту продукцию в той местности, куда ты приехал, адаптировать к своему организму и все остальные условия, она, конечно, не способна за это организм время сделать. Я рассказывал вам уже, но просто повторюсь, что однажды в институте курортологии в Пятигорске мне замдиректора рассказал историю, как установливались сроки продолжительности этого отдыха в советское время, как Сталин поручил высчитать, сколько же нужно времени для того, чтобы человек действительно получил на отдыхе на том же Северном Кавказе Пользу настоящую. Вот они, учёные, считали, считали... Вот они, учёные, считали, считали... Проверяли всю физиологию, как клетки перерождаются и всё остальное, и насчитали 48 дней, минимум, 48 дней. У нас самые короткие, на самом деле, ещё дольше, 56 дней. Это срок основного проживания клеток крови. Но они насчитали, что 48 дней уже большое количество крови сменится, и уже вот это оздоровление, питательные вещества, которые в окружающей среде, в питании, в этой местности, войдут в норму. Они приспособятся к организму, организм будет их использовать для своей пользы. Но, когда принесли к Сталину, он посмотрел на эту цифру, перечеркнул её и написал 24 дня. «Специалисты ему сказали, товарищ Сталин, ну, такого быть не может». А он сказал, ничего. Наше население героическое, ну, вот такое. Оно умеет ударными темпами жить и работать. То есть, Сталин сократил в два раза. Это уже физиологически недопустимая норма о том, чтобы говорить о том, что полноценный, может быть, отдых и здоровье. Но всё-таки, тем не менее, в СССР-то приняли такую норму. Там 21 день, 24 дня, у кого-то даже больше отпуск был. И путёвки длительные существовали. Средние 2-12 дней – это вообще ни о чём. Это ни о чём. Это любой вот этот отдых можно считать таким познавательным отдыхом. Их много таких познавали. Исторический там, или природу посмотреть, то есть, экологический. Ну, как хочешь можешь назвать. Но оздоровительным отдыхом, 12-дневный отдых, так это в среднем. На самом деле, москвичи ещё короче ездят, чем из регионов люди. И из этих 12 дней, конечно, нужно исключить минимум пару дней на переездах. Даже если самолётом. А если поездом, то исключай 4 дня. Поскольку расстояние-то всё берутся такие. И, тем более, совершенно, можно так сказать, нереально как-то отдохнуть и как-то оздоровиться, если ты из дальнего региона приезжаешь на этот отдых. У нас, как ни странно, когда вот я был в Сочи, например, очень любят с Дальнего Востока туда. Прямо огромный поток. Они там и дома покупают, и живут подолгу. И при этом как раз им-то и не рекомендовано сюда так далеко. Но когда я вот разбирался, а что же они хотят через это, это такой отрыв. Больше того, у многих это такая социальная статусность, что я могу с Владивостока полететь в Сочи и там отдыхать. То есть ты имеешь некую такую социальную статус. И оторванность от того сообщества, в котором ты живёшь. Ведь ради этой оторванности очень многие за рубеж вылетают. Там нет своих, как они говорят. Ты можешь оторваться, если там нет своих. Но при этом, что кэшбэком этим и этим внутренним стимуляцией там понизить, цены на самолёты и всё остальное стимулируется. Я вижу, что в основном стимулируется как раз транспортная система. Транспортная система. Потому что сэкономить на билетах и сэкономить на санатории 20 тысяч – это практически ни о чём. По крайней мере, в Сочи, если ты думаешь, что ты сэкономив 20 тысяч отдохнёшь, достаточно смешно. В санатории имеется в виду. Нет, вам какие-то санатории могут сказать, что мы нет, вот давай за 20 тысяч неделю мы тебе продадим. Это хорошая путёвка. Знали бы вы, сколько на самом деле для страны стоит вот такое снижение цен. Поскольку вот те дешёвые цены, которые предлагаются в некоторых сочинских санаториях, а там есть целый список санаторий, которые входят в определённую программу снижения цен, и сколько на самом деле цена в этом номере и в этом санатории. Вы бы удивились. Но ведь это та же самая государственная поддержка или та же самая государственная цена, которая при этом крайне неэффективна. Поскольку во всей этой системе вот таких вот передвижений средств через кэшбэки, через программы и так далее очень много нечистоплотности, я бы так сказал. Больше того, любой, кто вот в туризме находится, скажет, всё на откатах, всё на... Ну, по крайней мере, было год назад. Давайте я так скажу. Сейчас я не знаю. В этом году, может быть, все начали жить честно, и все поддержки дойдут до людей, до того, кого нужно. При этом старые санатории потихонечку ветшают, потихонечку устаревают оборудование у них, потихонечку их... Ну, хуже становится обслуживание. При этом и врачи там не всегда самые лучшие, потому что невысокие зарплаты у всей курортной нашей сферы, у врачей, иногда теперь государственные, даже больше получают. И при этом врачам приходится в разных местах набирать себе зарплату и так далее, там подобное. По крайней мере, врачи в Москве гораздо больше получают, чем врачи на курортах сейчас. Ну, если это не платный вот такой... Ну, платные цены уже все. Они уже не как государы. Людям практически... Обычным людям недоступны. Но кто же едет туда? Едут в основном те, кто государственные служащие. Сейчас за рубеж тем более им никак не выехать, и поэтому военные, полицейские, учителя где-то там. Хотя в меньшем масштабе им некогда даже поехать, поскольку школа настолько их занимает, что многие учтены... Ну, вот по крайней мере, мои знакомые учителя никуда не едут. Им лето хоть как-то что-то очухаться надо здесь дома и что-то дома успеть сделать. Чиновники, конечно, и так далее. При этом, еще раз повторяю, вот эффективность медицинского или санаторно-курортного, профилактического действия этих санаторий, ну, почти ноль. По всем понятиям физиологическим, просто ноль. Просто ноль. То есть ты приезжаешь на 12 дней, из них 2 дня ты туда-сюда едешь, когда приезжаешь, неделю адаптируешься и последние 3 дня собираешься домой. Все. Все. Единственное, что вот может быть, это обследование какое-то. И то сейчас стали на курортах часто делать, что в самом санатории не обследуешься. Плати, вот тут рядышком есть МРТ, есть это, ты туда сходи. Там же сидит этот же самый врач, но он тебе сделает все как надо. К чему я в конечном итоге веду? Я веду к тому, что революция должна произойти в нашем туризме. Наконец-то кто-то должен осознать, что у нас курорт вся страна. Ну, кроме вот таких, можно так сказать сейчас, грязных городов, просто убийственно грязных городов, таких как Москва, Нижний Новгород, все миллионники, они во вред здоровью живут. Это однозначно. Там просто, если нет предприятий, то есть транспорт, который все равно делает людям плохо. А остальная эта страна живет почти вся теперь в экологически чистых регионах. Ну, конечно, Кузбасс там. Ну, найдется что. Давайте скажем так. 90% страны это настоящие экологически чистые курортные места, которые Европа мечтала бы освоить. Я ездил со специалистами Европы. Вот Умберто Солеймена, у меня есть такой знакомый, с которым мы объезжали, в том числе, вот Ивановскую область и другие регионы страны. Это у него ассоциации курортов мира, он глава этой ассоциации, он весь мир видел. Так вот, когда мы здесь объезжали, по Волге объезжали, и все это, он говорит, вот это да, вот это место, а вот что бы надо осваивать. Так вот, как раз это-то и нужно в конечном итоге осознать и перестать делать монопольную сферу санаторно-курортного туристического отдыха с такими гигантами производства санаторно-курортных услуг, как Сочи, как в некоторых отдельных городах, Ялта уже переполнена. Ну, надо на местах делать санаторно-курортные центры. Раньше же были вот профилактории при предприятиях, но они же очень хорошо работали, их очень любили. А теперь я точно знаю, что вот таких маленьких санаториев в той же Ивановской области можно было за 10 лет построить, ну, минимум, 20-30 санаториев. У нас за 30 лет ничего, ни одного не построили. Ничего не построили. Да, есть санаторий очень знаменитый, даже парочка, может быть. Там что, отдыхают ивановцы? Очень редкие ивановцы, потому что, ну, заполнено всё. А если заполнено всё, почему не строится ещё так, чтобы было доступно каждому, всем? И эти 20 тысяч, которые мне кэшбэком, грубо говоря, сэкономят и дадут возможность государствам эти 20 тысяч компенсировать кому-то, любому на месте иметь такой маленький санаторий предпринимателю, их бы достаточно было на эти 12 дней. Достаточно. Вот. Поэтому, если осознают правильно, что нужно вот не эти миллиарды вкачивать в транспортную систему, дороги приходится, потому что туда-сюда возят, летают, ещё что-то. На самом деле, специалисты даже знают, что у нас 50% транспортных расходов и транспортных движений, они неоправданные, неоправданные. То есть, люди летают непонятно зачем, непонятно для чего, там бумажку где-то какую-то подписать в Москве. Я самый, на мой взгляд, жуткую картину видел, что оказывается пиво у нас, вот такое есть пиво, которое ненатурально его надо мешать. Вот, для того, чтобы не делать в производствах больших каких-то цехов не занимать, где вот это всё постоянно мешаться должно быть. Пускают в этих трейлерах и возят три дня туда-сюда. Я сам лично проголосовал, сел на фуру такую, едет из Ярославля в Казань, у него ящик пива здесь стоит, я на него посмотрел, а он мне, водитель говорит, батюшка, не могу дать, оно ещё ядовитое. Я говорю, что значит ядовитое? Ну и мы его ещё не протрясли. Я говорю, как не протрясли, зачем вы его трясете? А говорит, вот это пиво, оно смешиваться должно, и поэтому у нас вот десятки, сотни машин по стране катают пиво, чтобы оно протряслось. Это что? Это у нас эффективность, дороги сохраняются таким образом, экология сохраняется или ещё что-то? Но мы про туризм. Говорите об оборудовании, которое в санаторно-курортных старых особенно комплекс, куда ещё есть доступность какая-то, какие-то социальные, вообще достаточно сложно, достаточно сложно. Я уж не буду на это опираться. Я ещё раз скажу, что я считаю, что должен быть домашний санаторно-курортный туризм. Вот я даже свою область знаю. вот у нас городок. Городок 30 лет добивается того, что здесь что-то бы сделать. Вокруг него можно три маленьких санатория, четыре построить. Здесь можно людям дать возможность принимать гостей. Да они и так принимают внуков, так далее, там подобное. Ничто не делается для того, чтобы была хоть какая-то возможность этим гостям здесь дополнительно иметь кроме дома какое-то вот передо мной озеро, чудесное, удивительное озеро. Его обделать дешевле, чем построить санаторий. Ну, это такой курортный объект, который может привлечь и, грубо говоря, кормить после весь посёлок, потому что хорошая проточная вода, экология, воздух, святые источники на побережье. Кто-нибудь что-то шевельнулся за эти 30 лет на этом озере? Нет, пару раз привезли песочек, поставили значит лавочку. При этом сейчас задумали сделать парк, там, где ездят машины, видно будет этот парк, около больницы, около мертвецкой, около там, значит, там, где больные люди постоянно ходят. А здесь то, что нужно людям, тут сотни людей каждый день летом, в том числе приезжих детей из Москвы, ничего нет и не собираются делать. Зато пестяковцев будут манить, давайте поезжайте, давайте куда-то это, вот, кэшбэк используйте и так далее, и будут они куда-то летать и тратить свои деньги. Вот я об этом. В каждой области должно появиться, вот, в каждой области появись сейчас по 10-20 мини-санаторий, нужные экологичные мини-санатории, начиная можно сказать с 10-ти, с 20-ти человек, штук по 20-30 таких областей этих санаторий. И не надо никуда летать, и не надо тратить деньги на этот транспорт, и не надо убиваться в местности, где тебе ни питание никак не способствует твоему проживанию, ни воздух и все остальное. Вот такая туристическая революция пока не совершится, пока мы не поймем, что у нас вся страна, санаторно-курортный комплекс, так и будем тратиться, тратиться, увеличивать, дороги там строить, а в конечном итоге, как в Сочи, скажем, боже, город-то испортили, это только туристы, которые сейчас туда едут, не понимают, что город-то испорчены, город-то уже экологически хуже, чем Москва, хуже там воздух, чем в Москве, потому что там другие потоки, другое оседание всех этих выбросов, все, и сколько ни пытаясь, там прочитал, решить, решили экологическую проблему в Сочи, наладив дирижабривые сообщения, чтобы в пробках не стоять, через город можно два-три часа ехать, в пробках стоишь летом, дирижабривые сообщения, маршруты расписали, стоянки этого дирижабра, я представляю, сколько будет стоить этот дирижабль, а во-вторых, представляю тех, кто решил это сделать, не понимая, какие там воздушные потоки, то есть, кажется, немножечко ошибаются, не в том месте они, это движение, вот такие мои размышления для тех, кто занимается туризмом, и закончу именно тем, нужна революция в санаторно-курортном отрасли и туризме, все, кто сейчас пытается дыры залатывать вот таким способом и пытается евро-туризм у нас сделать, они просто просто не понимают, что у нас за страна и какие у нас возможности. Все, здоровья вам всем, радости, отдыха, будущего, скоро начнутся майские, скоро начнутся летние, отпускаю, съездите эффективно, съездите, и лучше недалеко, я вас уверяю, лучше вот в деревне рядом, чем туда, куда манят, манят, манят города. Все, здоровья всем, радости, аминь. господинь. Субтитры создавал DimaTorzok